Далее, рискованный ремонт и очередной опасный поворот на пути Брэндона. Одно неосторожное движение — автопоезда. Половина колонны ящерицы осталась позади дымящегося грузовика. Огонь погашен, однако серьезно повреждена ось. Дорога неровная. Но нужно рискнуть и поднять гигантский грузовик домкратом. Еще бы немного — и все. Единственный способ двинуться дальше — привязать ось цепью к ходовой части, чтобы она не волочилась по земле. Это тяжелая работа, и для нее требуется время. Но это нужно сделать. А в Новой Зеландии просто зовешь механик и говоришь ему, что надо починить. Они готовы ехать. Нос не держится, а время идет. Попробуем по-другому. Посмотрим, может, сработает. Привяжем потуже. Если не сработает, не знаю, что и делать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На этот раз — все получилось. Такое случается время от времени. Это происходило и будет происходить. Остается только привязать ее. Так можно решить эту проблему. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот они снова в дороге. Но теперь, чтобы успеть с доставкой, им нужно догнать ящерицу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стараясь доставить груз вовремя, ящерица решает срезать путь через реку. Если грузовик застрянет, ему придется прыгать в воду и отцеплять прицепы. А если заглохнет, ящерица столкнется с опасностью. Когда едешь по воде, постоянно видишь глаза крокодилов. Поэтому останавливаться и купаться нет желания. Страшновато. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На этот раз ящерица пересек реку удачно. Но осталось всего 4 часа, чтобы добраться до Дарвина и разгрузить машину. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сними веревку, Люк, не тупи. Только идиоты так делают, понимаешь? На складе Брюс борется за свое дело. Он лично переживает потерю каждого водителя, ушедшего работать на шахты. Они нанимают роботов. Неприятно даже говорить об этом. Но шахты гарантируют безопасность, и это привлекает таких водителей, как Джим Бейли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В случае неполадок Брюс не может обеспечить такой сервис и предложить такие деньги, какими располагают шахты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Джим опять в дороге. Он укладывается в график и сможет вовремя передать грузовик ночной смене. Мне нравится такая жизнь. Каждую ночь спишь по 8 часов. Парень ушел, чтобы иметь возможность возвращаться каждый вечер домой, где его ждет ужин, душ и прочие прелести. Но у него отняли право быть тем, кто он есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У Брюса лишь одно конкурентное преимущество. Работа с крутыми парнями, которые делают то, что не сможет сделать никто. Мы должны быть лучшими в своем деле. Победителями. Люди в черном рулят. Брэндон, молодой водитель Брюса, однажды уже чудом выжил в этой поездке, когда развязалась цепь, удерживающая груз. И теперь он уверен, что ему все ни по чем. Но опасность еще впереди. Видел вспышку? Большую такую? Только что была над Баркли. Водители, едущие впереди, передают, что вышедший из-под контроля огонь подобрался вплотную к шоссе. Волноваться начинаешь, когда видишь огонь, как вон тот, что справа, например. Все зависит от того, насколько он интенсивен и как близко подобрался к дороге. Всегда помнишь о своем опасном грузе и о том, что с ним может случиться. Такую картину опустошения увидели сегодня утром полицейские и пожарные. Три или четыре водителя выехали из Пярта и тут же попали в самое пекло. Грузовики сгорели. Все трое погибли. Стараешься не думать об этом. Просто делать свою работу как можно лучше. Брюс считает, что пожар нужно переждать. Брэндон, это Брюс. Да, со мной все в порядке. Брат, я слышал, что на Баркли сейчас не слабые пожары. Знаешь об этом? Да, слышал. Нужно успеть с доставкой, но не вздумай сжигать себя заживо, парень. Это вопрос доверия. У них мое дорогостоящее оборудование. Машины и прицепы с полной загрузкой, за которые они несут полную ответственность. Ты сам себе начальник. Ведешь машину, делаешь свою работу, и никто тебе не указ. Брэндон лучше не забывать, что он несет ответственность передо мной, клиентами и, в первую очередь, перед самим собой. Брэндон, игнорируя предупреждения Брюса, принимает роковое решение. Он едет с радиоактивным грузом через смертельную стену огня. Звонишь и выполняешь, что тебе говорят. Именно так, я думаю, живет весь окружающий мир. Одно неосторожное движение. Автопоезда. Брэндон не послушался своего шефа Брюса и решил ехать через огонь. Но наступает ночь, и ситуация меняется. Пожар усиливается, угрожая поджечь машину Брэндона и его радиоактивный груз. Огонь непредсказуем. Ветер тоже может измениться в любой момент. Достаточно одной искры, и машина запылает и сгорит очень быстро. Нужно целых 10 минут, чтобы остановить грузовик при скорости 100 км в час. Через 10 минут уже поздно будет что-либо делать. Лучше ехать осторожно и побыстрее выбраться отсюда. Брэндон ничего не хочет говорить Брюсу, пока опасность не миновала. Ни звонка, ни сообщения. Это чертовски пугает. Я не могу ехать домой, не узнав, где водители. Мне надо знать. Чёртов, Брэндон, где же тебя носит? При пожаре температура воздуха может достигать тысячи градусов. Если радиоактивное сырьё начнёт испаряться, последствия будут катастрофическими. Где этот идиот? После 80 напряжённых километров всё наконец закончилось. Я почти не дышал. Какое облегчение. Если бы что-нибудь произошло, мне пришлось бы отвечать. Надеюсь, мы выбрались отсюда благополучно. Но ему ещё предстоит разговор с Брюсом. Привет, Брюс. Брэндон, идиот, где тебя носило? Потише, старик. Я просто ехал через пожар. Чёрт. Ты знаешь, что мог оказаться в полном дерьме с этим пожаром? Почему ты не звонил? Всё хорошо, старик. Пожар до дороги не добрался. Мне плевать. Ты должен был позвонить. Я не слезал с телефона. Как это? Чтобы этого больше не было. В таких ситуациях забери чёрта в телефон и звони. Ты где? Утру буду в Маунт-Айзе. Хорошо, будь осторожен. Пока. Спасибо. Чёрт. В то время, как Брэндон едет к своему пункту назначения, ящерицы и рас ведут колонну в Дарвин. Ящерица, езжай туда, где контейнеры. Доедешь до заднего забора, повернёшь налево. Хорошо, я понял, Рассел. Ориентируюсь по дерьму на земле. Ну, тогда не промахнёшься. Они доставили груз вовремя, и ящерица доказал, что он снова в игре. Пока. Вождение автопоезда — это страсть. Я живу и дышу этим. С этим ничто не сравнится. Наверное, я буду водить, пока когда-нибудь не опрокинусь. Следующий несчастный случай может стать для ящерицы последним. А сейчас он уже на пути к своей дорожной семье. Как дела? До скорого. Растис ждал встречи со своей семьёй уже несколько недель. Я рад вернуться домой, увидеть жену и детей. Как дела, дружок? Мы дома. Ты смотри. Чтобы заработать на перевозках, Расс оставил семью крайне неохотно. Но теперь, вернувшись домой, он уже не уверен, что хочет здесь оставаться. Хорошо возвращаться домой и уезжать снова. Это тоже здорово. Сидя дома, денег не заработаешь. Да и не весело тут. Не знаю, что он собирается делать дальше, ему это тоже неизвестно. Расс снова влюбился в дорогу. После поездки через огонь Брэндон благополучно доставил свой радиоактивный груз. Поменял прицепы и поехал домой. Признаюсь, мне там было страшно до чёртиков. Сейчас уже легче. Ведь на дороге отвечаешь не только за свою жизнь, поэтому стараешься действовать крайне осторожно, чтобы не навредить другим людям. Но надо ещё встретиться с Брюсом. Парень, неси бумаги в офис мигом. Чёрт, старик, прождал тебя целых пять часов. Ну что, вернулся? Ага. Собираешься и дальше игнорировать меня? Будешь опять испытывать судьбу, кретин? Нет, надеюсь, не придётся. Может, ты и кретин, зато проделал с грузом офигенную работу. Возможно, скоро мы сделаем из тебя стоящего оператора. А теперь вали отсюда. Брюс не такой уж плохой начальник. Если настоишь на своём, согласится. Хоть он этого и не показывает, но мы с ним, похоже, ладим. Если работа сделана, то всё, в конце концов, будет нормально. Брюс испытывает водителей на прочность, чтобы удержать свой бизнес на плаву. Нам позвонили военные, попросили перевести танковые снаряды. Мы готовы взяться за эту фигню, потому что больше никто не захочет их вести. Это как раз то, что мы делаем лучше других. Программа подготовлена к показу компании СДИ-Медиа.